Девушки отдыхают Благословенный Господь Бог, Владыка Вселенной, даровавший нам Свою Тору и давший нам заповедь изучать ее и читать. Благословенный Господь, дарующий Тору. Аминь. Вы знаете, как раз о памяти. Глава, которую мы будем сейчас разбирать, называется Азазину. Азину, и она, как положено каждой еврейской, ну, как положено каждой главой Торе, она идет с первого блока, ну, слова, начало стиха. И вот написано, это значит, 32 глава Дворима, это второзаконие. И там написано «Внимайте небеса». И вот это слово «Внимайте» оно и звучит «А-ГА-ЗИН». Но я хотел бы не так больше разобрать Тору, как она пишется, что в ней написано. О, мне даже отдых принесли. Приятно, можно кофе? А самое важное, знаете, о чем я думаю? Я думал просто о некоторых принципах, которые есть именно в этой главе. И два основных принципа, что я увидел, это первый принцип, это память. А второй принцип, или о чем можно говорить, можно говорить о награде. Знаете, память и награде. И если мы посмотрим, в самом начале Моисей поднимается на гору, куда ему сказал Господь, и Господь ему говорит, ну, вот мы откроем немножко раньше, и, значит, повелел Моше левитам, носящим ковчег Бога. Возьмите эту книгу учения и положите ее у стенки ковчега, союза Бога. Я читаю с другого немножко перевода, это Тора, перевод, русский перевод, что просто вы, ну, может немножко будем совпадать. И он говорит, что возьмите то, что я вам дам, положите это в ковчеге, но вы будете народом, который забудет об этом. Он прямо и говорит, ибо я знаю, строптивость твою и упрямься твое, если пока еще живу я с вами, сегодня были вы строптивы перед Богом, тем более после смерти моей. То есть получается очень интересно, ничего он не напоминает это? Нет? Ну, мы вернемся к началу, когда Господь говорит, иди к фараону, ты будешь ему говорить, он не будет слушать, а ты ему все равно говори. А я произведу свое дело. И вот эта глава говорит о памяти. Ну, там, песнь Моисея, вы знаете, да, песню? Кто знает, почему песни важны в жизни? Никто не знает, я понял. Я вас его загрузила в самом начале? Хорошо. Я понимаю. Я сейчас пою одну песню, а вы мне скажете, о чем она. Это день победы, пороха, прабаха. Ну, о победе. Я не рассказываю вам историю 1941-1945 года. Мы понимаем, что это победа. И вот Господь дает вот это дело. Он говорит, победа, песнь. Песнь для того, чтобы народ не забывал. Песнь о том, чтобы он помнил, что происходило, и что будет происходить. Давайте мы посмотрим внимательно. Согласитесь, мы все немножко страдаем духовной амнезией. Или нет? Нет. Все помнят то, что сделал Господь хорошего вить жизни? Да. А что мы сделали плохого? Ой, как мы все помним, да? А помнишь, что мы, Господь, обещали и не сделали? Плохого. Да. А мне кажется, что мы стремимся вот это забыть. Мы стремимся, мы говорим что-то Богу и забываем об этом. Мы Ему обещаем, не выполняем, потом говорим, ну, Боже, ну, ты же понимаешь. Я человек слабый, я каюсь, вот курицей помахал над головой, емкий пор. Аминь. Понимаете? И Господь понимает, что, зная, что люди такие, что они помнят хорошее, ну, даже скажу по-другому, они помнят все хорошее, что они делали другим людям, но забывают то плохое, что они делали тоже другим людям. При этом забывают то доброе, что делали другие люди, но очень помнят какую-нибудь маленькую капость, которую сделал кто-нибудь по отношению к нему. Или я просто с другой планеты прилетел? Точно, то есть я говорю, правда или нет? Вы знаете, самое интересное, что об этом и говорит Тора, об этом говорит Писание. Оказывается, ничего не изменилось. Какие мы были, такие мы остались. И вот что происходит. И Господь говорит, скажи, вот, внимите небеса, и я говорить буду. И услышать земля речи у вас твоих. Он не говорит, не слушайте люди. Он говорит, слушайте земля и небо. Потому что земля и небо, они прибудут, как свидетели. Поэтому мы иногда что-то делаем, и мы не замечаем, а то он, ну, никто же не видит. Но самое интересное, что и все, Господь за этим все видит. У нас есть два свидетеля, земля и небо. Это и так просто, на всякий случай. Итак, мы поговорим немножко о памяти. Так вот, почему же эта песня, вот почему Моисей вот именно взял эту песню? Потому что, я думаю, мое личное, когда я размышлял вот этим, песня, она запоминается. Знаете, я могу посадить человека и начать ему рассказывать. Ты должен поступать вот так и вот так. Ты должен делать вот так и вот так. И в конечном итоге, при виде меня человек будет переходить на другую сторону и говорить, да, здравствуй. То есть, я понял, реакция сегодня, сегодня просто первый мой дебют, нетрадиционное долгование долин, так как все мы привыкли, и зал в ожидании. Что же будет? Ну, хорошо, спасибо хоть на это. Мне приятно. Итак, знаете, я вот все время, я вообще рассуждал о себе. Вот на самом-то деле, сколько сделал Бог в моей жизни? Сколько сделал Бог для меня? А я все время об этом забываю. Я помню, я забываю то хорошее, что сделали другие люди для меня. Но я стремлюсь помнить и напоминать себе и другим о том плохом, что делали люди мне. Так и Израиль. Послушайте, народ рабов. Народ, бывший в рабстве. Народ, который был лишен всего. Который был, ну, живой табуреткой, простите меня. Потому что рабы, вообще, в Египте, это неинтересный момент, рабы, они считались мертвыми. Они не были живыми. Они уже были автоматически живые и мертвецы. Вы понимаете? То есть отношение к людям, как к живым мертвецам. Собры. Интересно. И вот эти живые мертвецы становятся живыми людьми. Они выходят из Египта. Они проходят через Щеробное море. Послушайте, чтобы провести такое количество народа, на море должно было разойтись на 3 километра. Вы не представляете? Я себе не представляю. Они идут через это море. Они переходят его. Они видят стол огненный. Они видят вот это поражение войск фараона. Они едят маму. Они не болеют. Одежда не снашивается. Это мы так читаем. Для нас это так. Предание даримы, пустырины далекой. Для них это была жизнь. Понимаете? И они это забывают. Они говорят, Моисей, ты куда на своем умирать? И вот уже конец жизни Моисея. Прошло 40 лет. Вот уже конец. Бог ему говорит, подмись на голову. Вот дает эту песню, а потом он ему говорит, подмись на голову, и ты там умрешь. Слушайте, это кульминация жизни Моисея. Вот вы внимательно обратите внимание, это кульминация. Это не просто. Это не просто он там какие-то там, ну, а теперь слушайте так. Не забывайте моих сыновей, покормите их там, следите за моими там, овцами, чтобы они не разбредались. Нет, он говорит серьезные вещи. Он говорит, небеса и земля, следите для меня. Я буду говорить, потому что вы забываете Бога. Вы забыли о Нем. Вы забыли, что Бог сделал для вас. Вы забыли, что жизнь ваша вообще, она принадлежит не вам, а Ему. Вы забыли, что вы народ живого Бога. Знаете, я прочитал комментарий, и мне он очень, ну, не то что взволновал, а то показал ясную картину. Один еврейский какой-то комментатор, я не помню его имени, он пишет, неправда, ну, неправда, мы не народ книги, мы народ комментариев книги. Вы понимаете, что произошло? Народ книги, народ Торы, народ Библии стал народом комментариев книги. Народ Бога стал народом комментариев к Богу. Это страшно. Это страшно. Люди оставляют свое призвание. И эта песня, она вот как День Победы, напоминает нам, что однажды произошла победа. Да, это была жертва, это была боль, это были умершие люди, это были поражения, но это победа. Люди победили. Понимаете? И так же сам, он говорит, внимайте небеса, люди слушайте, вы будете делать. Но он там рассказывает, там он очень много говорит, он и рассказывает, там даже, ну, мы можем найти холокост, который произойдет. Потому что описание, то, что он пишет, это, что там вы будете гореть в огне, вы будете погибать, народы будут издеваться над вами. Говорит он, ну, почему? Потому что вы оставили своего Бога. Знаете, я думаю о сегодня. Я смотрел на вчера, и еврейские пророчества вообще уникальны чем? Они уже произошли тогда, они происходят сейчас, и они произойдут в будущем. То, что он говорил сейчас, он говорит сегодня для нас. Моисей, Бог устами Моисея. Он дает эту песню, чтобы люди пели. Что вы, как помните, во время Песоха, что говорит Господь во время Песоха Астануэль? Научи сыновей своих. Каждый год, каждый год напоминаем, поем эту песню, рабами ему плейте. Мы сделали, мы были рабами, но Бог сильной мышцей вывел нас. Помните, дети, не забывайте. И поэтому песня, которую вложил Господь в устав Моисея, это не просто обучение. Он говорит дальше, в конце, что он и пришел в Моше и произнес все слова песни этой народу. И он, и Гошуа, и Иисус, сын Навина, и сказал им, обратите внимание ваше на все слова, которыми я свидетельствую о вас сегодня, которые вы заповедуете сынам вашим, чтобы строго исполнять все слова учения этого. Ибо это не пустое слово для вас, но это жизнь ваша. И благодаря этому продлятся дни ваших на земле, которые вы переходите через Иордан, чтобы обыкнуть ей. Знаете, я думаю, что в этом есть хорошая надежда для вас. Бог дал нам действительно прекрасное, не просто руководство к жизни, Он дал нам помощь. Это Библия, это Тора, это Новый Завет пред Хадаша. Он дал нам полноту, на которую мы можем опираться в этой жизни. И это не просто, знаете, как бы магические такие вот есть там, прочитаешь Библию и сойдешь с ума. Знаете, я больше думаю, что лучше прочитать Библию и сойти с ума мира и стать безумным Христа ради, как писал Ребе Шауль, апостол Павел. И он говорит, каждый день умираю с ним, каждый день я возрождаю с ним, стремлюсь к тому, чтобы я преобразился в его образ. И для этого нам нужна память. Мы должны действительно, вот я думал об этом, действительно, сколько людей оказали в жизни моей, ну, добро сделали. Когда я делаю зло, когда я делал какие-нибудь неправильные поступки, меня принимали, меня любили. Ну, как я, порой некрасиво поступал по отношению к другим людей, которые затянулись. Это память. Память и это духовное миссия. И если я буду помнить все то хорошее, что сделал для меня Господь, то когда мне будет тяжело, я уже не буду ротать. Ведь я понимаю, что через это Он дает мне силы пройти это помещение. Знаете, когда хорошо, тогда нам хорошо. А когда нам плохо, нам плохо. И это правда. Ну, я понимаю только в том одно, что Бог не оставляет нас. Не тогда, когда нам хорошо, не тогда, когда нам плохо. Но Он оставляет нас только тогда, когда мы Его оставляем. Когда мы выходим из благодарности, знаете, и благодарность в опыте не просто «Боже, спасибо тебе! Аминь!», а благодарность Богу. Знаете, я вспомню немножко тема для него. Однажды собралась старая пятидесятническая такая-то община в деревне, знаете, как было во время Советского Союза, и у одной семьи не было еды. И они собрались помолиться, чтобы Господь дал еду этой семье. Адаму брата нету. И вот они все молятся и спорят на это место. А брата нету. Брат, где же ты на молитве? Нету тебя на молитве. А тут такая нужда. Брат без еды помирает. И тут расстается стук, открывает, на пороке стоит молодой человек, его сынок, у мужчины, которого нет, и говорит, вы знаете, там папа передал молитву свою. Они выходят, там стоит лос, она возил, лежит картошка, мясо, какой-то там хлеб, мука. Он говорит, вот я вам передал молитву свою. И они поняли. После этого молитвенное собрание прекратилось. Я не говорю, что молиться не надо. Я говорю о том, что если, знаете, Писание говорит, ты видишь, что твоя рука может делать добро? Делай. И если ты не делаешь добро, это греха. Понимаете? Это память. Это память о том, что когда тебе было Бога, кто-то пришел к тебе и помог тебе. Когда ты плакал, кто-то утешил тебя. Когда ты страдал, кто-то принес утешение. И это семья. Это память о том, что мы не просто каждый один по одиночке. Мы, знаете, святые, святые-одиночки. Мы ходим к себе по белому свету, ищем себе какое-нибудь утешение в себе. Ждошности нас будут утешать. Мы семья. Знаете, вот это когда у меня было перерождение понимания семьи, общения, когда что-то в моей жизни начало менять. Мы семья. И мы друг другу от друг друга зависим. Я понимаю, что это не всегда явно. Я понимаю, что это не всегда есть. Ну, тут чего-то выражено. Но вы знаете, что в духовном мире земля и небо свидетель в мир. Это так и есть. Потому что Бог дал нам это понятие, как память. Память, которая побуждает нас к действиям. Благодарность, которая выражается в нашей жизни. Мы неверующие христиане, пессианские евреи, и не потому, что так удобно или выгодно, а потому что Ешуа умер на кресле. Потому что Он воскресе сможет. И это первое число. А теперь я хочу поговорить о награде. Кто любит награду? Ну, поактивнее, пожалуйста. Ну, потяжелее. У меня же не бью, так сказать. Спасибо. Ой, спасибо. Я получил ползалу. Любит награду, ползалу награду не давать. Я согласен. Значит, ползалу награду не давать. Хорошо. А тем, кто два раза поднял две руки, двое ноги надо. Хорошо. Вы помните, знаете, чем заканчивается глава о Азии? Бог, ну, уже о Боге говорил, Бог сказал Моисею подняться на гору, посмотреть на землю обитованную и умереть. Прекрасная вещь. Послушайте, это человек, который... Я просто вот подумать о Моисею. Он родился в семье народа рабов. Его сверхъестественно, ну, было спасение, было уничтожение, был первый холокост. Еврейских манинцев вырезали. Его кидают в речку, в которую живут гиппопотамы, которых страшнее крокодилов. И эти, как его, и крокодилы. Его находят дождь фараона. Он вырастает, как принц Египта. Причем, буквально, на мой образе. Он растет. Он по 40 лет. Он купается в роскоши. Он великий человек. Потом он теряет все. Уходит в пустыню. Находит, скажем, второе счастье. Он женился. Дом, семья. Ну, хорошо, что нет уже Египта. Зато хоть-хоть овец у кестяга. Тоже делали. И у каждого такое жизнь. И тут Господь ему говорит, оставлять еще вот это все. Иди к фараону. Он тебя слушать не будет. Выводи мой народ. Он тебя тоже слушать не будет. А ты все равно иди и делай. И он говорит, ну, и он идет. Потом происходит, я буду... Ну, можно перечислять. Вот самый важный момент, в котором цены сделали. Когда Господь говорит, все, я больше не могу тебе передать народу. Я его уничтожу. И Моисей говорит, пожалуйста, если ты уничтожишь этот народ, то уничтожи меня. И Господь только ради тебя говорит, я не уничтожил этот народ. И у него была всего лишь маленькая казнь. Он два раза ударил по скале вместо одного. И пошла вода. Все. Все просто. И Господь ему говорит, я хочу просто, чтобы ты умрешь. Ты умрешь. И Господь не стоит, говорит, Господь, подожди, подожди, подожди. Вот, смотрите, помнишь, я это сделал. Вот это я сделал. И народ, и тогда я рад, и это. И для Моисея была награда, что он выполнил боль в Божьем. Часто в своей жизни я понимаю, что для меня награда, это когда я на белом коне впереди шашка. Я такой, ух, и все, ура, вот он едет победителем. А для Бога это, знаете, не награда. Для Бога награда, когда мы выполняем Его волю. Вы знаете, когда мы не исполняем Божью волю, вот тогда мы и получаем награду, Господа. То есть, понимите, что выполнять Божью волю, это уже и есть наша награда. Вот к чему я веду. Поэтому Моисей не возмутился, стоя на горе перед Богом, что Бог, как же ты меня не ввел. Потому что я имею полное право, но больше, чем ты, ну, я же совершал великие чудеса для тебя. Я был послушен тебе. Я даже заступился за народ, который ты хотел уничтожить. Я просто говорю сейчас к своей семье, говорю к себе. Я прочитал в этом месте для себя. Послушайте, не погоны нас спасают, не наше положение где-нибудь, в чем? Драгоценные. Знаете, мы драгоценные для Господа. Вот это, наверное, самое важное, что может быть. Это наши награды. Знаете, называть, не просто называться, не быть детьми, не быть Божьими. Когда-то, когда я покаялся, была конференция, и один из проповедников сказал, «Когда мы придем на небо, там не будут пятидесятников, чихари с матерью. Там не будут баптистей». Разумеете украинскую мову, так? Да. Ой. Для вас я перекладывал на русинскую. Хорошо. Я сказал, «Там будут детьми Божьими». И меня это так толкнуло в голову, что награда быть ребенком Божьим на небе важнее. Я понял для себя действительно, в Царстве Божьем, в Дети Божьем, это была самая высокая награда. Поэтому эта песня о Зиме и судьба Моисея, который умер, который остался живым и в Господе, ну, наверное, для каждого из нас должна быть не только примером, должна быть моментной точки истины, когда мы будем заниматься. Кто мы, являемся мы частью семьи. Даже несмотря, что будут трудности исполнения, конечно, будут трудности, где их нет. Но все могу. Но это мы говорим, когда все. Хорошо. Поэтому вот такая порога. Поэтому я хочу, чтобы вы просто... И еще моя большая просьба. Знаете, читайте субтитектуру. Знаете, ребята все время, братья, которые наши, таристы мы их называем, не матаристы, не трат-таристы, а таристы, это вообще таристы. Они говорят, читайте библию, читайте тару, изучайте. Знаете, я как-то так порой усмываюсь, оправдываю. Вот как на переднем я получил удовольствие. Действительно, открылись какие-то вещи, о которых я забыл. Вот память еще восстанавливается. Помните, все уже, да? У меня уже. Поэтому обновление памяти, оно начинается с библии. Продолжение следует...